Организация «Биоцентр» – это группа компаний, она существует уже 15 лет. И вопрос, одно из направлений нашей работы – это направление борьбы с климатическими катаклизмами с помощью биологических препаратов. Что у нас произошло в этом году? Да, по биологическим методам защиты от климатических факторов мы используем примерно лет 7 эту технологию, которую мы назвали технологией незамерзайки или технологией антифриз. Вначале нам ее заказали садоводы Крыма, они просили сделать препарат от заморозков до минус 7, потому что когда минус 7, когда у них цветет персик, у них бывают такие вот очень характерные для Крыма заморозки до минус 7. Ну, мы сделали этот препарат, надо сказать, что он сработал. Рабочее название его «Незамерзайка», название фирмы «Ноуфрост» или «Антифрист» по-простому. И заключается в том, что в составе 15 бактерий находятся бактерии, которые при понижении температуры выделяют глицерин. Глицерин пропитывает все растения, и когда все кругом замерзает, у нас растения до минус 7 и даже, говорят, до минус 9 могут не замерзать. Кроме того, мы используем препарат, выделенный из вечной мерзлоты. Была найдена лет 15-20 назад бактерия, которая может плавить лед. Мы также ее включаем в систему. Также включаем в систему реанимирующие препараты, которые могут восстанавливать растения, сильно угнетенные или слегка поврежденные заморозком. И то, что будет говорить виноградарь Косов Владимир, у него виноградник в 80 километрах от Ростова-на-Дону, это как раз использование такой комбинированной технологии, которая включает препараты. Это препарат не замерзайку, препарат, выделенный из вечной мерзлоты, а также еще какие-то вспомогательные препараты. Лучше его никто не скажет. Что мы видели в этом году? Мы видели каскадные заморозки в начале мая. Эти заморозки в 60-е годы были типичными для Ростовской области. Сейчас они бывают далеко не каждый год, но в 2020 году они все-таки были. И если говорить о борьбе с метеонокаутом, у нас очень хорошо сыграла эта модель по восстановлению поврежденных посевов зерновых культур в Азовском районе у Петра Григорьевича Ратушного. Есть статьи, есть фильмы, которые снимал Агробук. Если интересно, в архиве Агробук эти фильмы есть. И мы, в общем, хотим предложить эту технологию, потому что эта технология – технология рабочая. В этом году у нас очень неплохо получилось на тех полях, где работали на разложении пожневных остатков с Тимиксом Нивой. Сработало от заморозков Нива-Б. Там тоже есть какой-то маленький процент этого микроба, который выделяет глицерин. И если соседние посевы были повреждены заморозком, то там, где работали Нивой на разложении пожневных остатков, никаких потерь не было. Ни в Ростовской области, ни в Воронежской области. И вот, посмотрите, слайд. В Воронежской области, фермерском хозяйстве, где пшеница повреждена заморозком. А вот этот следующий слайд, где пшеница заморозком не повреждена, хотя это соседние поля в одном хозяйстве. К сожалению, мы не смогли снять сразу после заморозков виноградник Осова. И мы ставим фотографии виноградников у соседей. Ну, в этой же Мелеховской. В каком состоянии они были после заморозков. Мы видим высохшую, почерневшую листву. То есть гибель листового аппарата была полная. У Косова не погибло ни одно растение. И снятые примерно недели через 3-4 после заморозков его растения, они показывают, как они развиваются. Это первая часть фильма, где он восхищенно рассказывает о том, как это все прекрасно сработало. И вторая часть этого фильма, где он показывает, как выглядит урожай у него на винограднике. Он награжден благодарственным письмом Государственной Думы и получил орден-знак почета в Российской Академии Естественных Наук. И также еще я хотел бы сказать для виноградарей, если их заинтересует метод Косова. У него очень высокий урожай. Обычно урожай винограда, это 6 тонн, технического винограда, винограда на вино, считается больше получать неразумно, потому что не будет хорошего качества вина. То есть чем больше винограда, тем хуже качество вина. Вот мы с Косовым смогли решить этот вопрос. Он получает урожайность винограда в 3 раза больше, чем производственные поля. На производственных полях 6 тонн, у него около 18 тонн. И мы создали специально под него препарат под названием Космическая пыль. Там половина, 35 элементов таблицы Менделеева, всего их там 70 основных таблиц Менделеева, которые позволяют сделать вот этот бесподобный вкус винограда. Мы находимся в великой станице Мелеховской. В этой стороне Мелеховки термометр показывал минус 2. На почве, имеясь минимальный термометр, который ложишь, показывал минус 4 было. Та сторона Мелеховки, которая ближе к хутору Пухляковскому и рядом с Доном находится. Кстати, тоже наличие водоема имеет большое значение. Здесь до Дона 3 километра, там вообще рядом. Так вот, там вообще не было заморозков. Начали передавать, что начинаются заморозки. И всем рекомендую, не надо ждать милости от погоды, надо готовиться к худшим. Я давно, как говорится, сотрудничаю с Александром Генвиховичем Харченко, с его фирмой, которые очень серьезно занимаются биологическими препаратами и препаратами на основе микроэлементов. Я с ним связался. Мы решили, что нужно заранее обработать несколькими препаратами. Чтобы проверить, действует препарат или не действует, надо всегда чем-то жертвовать. Вот мне пришлось 2 ряда, 12 кустов не обработать, потому что у меня этих сортов больше. Мне на другом участке есть, это здесь цемлянский черный, здесь плечистик, кумшатский белый. Здесь каждый, вот здесь в одном ряду, 6 кустов и все они разные сорта. Вот, ну как видно, видите, еще остались, вот поврежденные, я там вначале убрал, но тут оставил, видите, вот они. Это заморозком поврежденные. Ну вот этих больше было, я просто убрал, ну вот остались. И здесь побеги были везде, ну так получилось, почему-то вот на этом рукаве они не отошли. Здесь они, видите, отошли, ну побеги значительно меньше. Так что, вот, и гроздей, ну вообще нет, видите, урожая нет. А теперь мы перешли на участок, где мы обрабатывали. Вот все эти, и туда, до лесополосы, можно сказать, препаратами. Опрыскатель 15-литровый стиль, ну это не имеет значения. Тут еще нужно, чтобы листья хорошо смачивались. Прям не то, что там, ну еще не просто поливались, а вообще по науке положено, чтобы на 1 квадратный сантиметр попадало 50 капелек. Ну, в общем, опрыскиватель, если вы хотите, чтобы действовал хорошо, нужен с хорошим распылителем. И вот у меня опрыскатель, ему уже 20 лет. Обработку начали мы после обеда, где-то часа в 2. 2000 кустов ушло приблизительно часов 6-7. Вот, по темному уже там заканчивали, там с фонариком. Заморозок был очень сильный, это как раз было перед Пасхой. У нас с 4 на 5 мая был сильный заморозок, но мы работали с 3 на 4 мая, а заморозок был через день. Ну, как видите, все это помогло. Ну, нужна подвязка еще зеленая. Вы видите, где-то побеги метра по 3. Там мы смотрели, ну, где-то может метр. Они отошли, все. Урожай на некоторых есть, ну, не такой, не очень хороший урожай. Вот, здесь смотрите, какие грозди, какие лозы, смотрите, лозы какие. Честно говоря, не хватает времени. Это вот пасынки, видите, их тоже желательно было удалить. Здесь пасынки толще, чем там побеги. На этом участке я препаратами вообще не работал. Поэтому минус 2 листья и побеги молодые были полностью уничтожены морозом. 3 мая по 11 мая, вот сами представляете, неделя таких погодных аномалий. Вот, потом, когда побеги только пошли, я обрабатывал здесь тоже есть препарат БН, есть космическая пыль, ну, и другие биостимиксы. И вы не представите, я не мог себе представить, вернее, что здесь тоже будет урожай. Урожай заложился в нижней части. Вот, смотрите, вот, золовые куста побеги пошли. Ну, нет, некоторое... Вот, вообще, удивительно, это сорт плечистик. И что, гляньте, раз, два, три, розди на нормальных, вот, не бывает. А здесь вот, и дай бог хорошие погоды, они к концу сентября еще и вызревут. Сорт плечистик, это старинный донской аборигенный сорт, очень капризный. Ну, вот, препараты сделали чудо. Мы перешли на участок, где я обрабатывал препаратами, чтобы спасти виноградник от заморозков. Вот, я рассказывал в прошлый раз, какими препаратами, поэтому не стоит повторяться. Это сорт у нас в Косоротовске, смотрите, какие грозди. В описании, если прочитаем, 300, максимум 400. Ну, вот, смотрите, килограмм точно есть. Вот, и сразу вот на передний план бросается лоза. Видите, такого фиолетового цвета она. Тут знатоки виноградарства скажут, этого не может быть. Такой признак у сортов с синей ягодой. Да, может быть и так. Но это говорит о том, что я работал препаратом, который называется космическая пыль. И синеньким работал тоже сахар больше. На том участке, где контроль, так сказать, не работал, видели лозы маленькие, и урожай заложился внизу. То есть, первый урожай погиб, потом залавы куста пошли. Здесь вы видите, и внизу есть урожай, и в верхней части. Ну, вот, так что, результат налево. Продолжая историю Владимира Ивановича о том, как он спас свой виноградник, препарат сделан на основе препарата «Стандарт». Все они сделаны на основе препарата «Стандарт». Но в нем есть бактерия, которая во время минусовой температуры выделяет глицерин. Клеточный сок при минусовой температуре, клеточный сок становится более эластичным и не замерзает. Вот так он и работает одним словом. Клетки не рвутся. Работать надо, ну, примерно раз в 5-10 дней, в зависимости от региона нашей страны. Вот то, что у Косова, то, что сделано у него, у него восстановлена земля, потому что препараты падают на землю во время опрыскивания, и там происходит обогащение полезными организмами поверхностного почвы. Но препараты сделаны так, что они могут приживаться, эти микробы. И если работать в этом направлении года 3 назад, можно полностью уйти от химических средств защиты растений, что Косов и сделал. У него не болеют ни аидиумом, ни мильдиумом. Хотя, на всяком случае, я попросил, чтобы он держал химический препарат как огнетушитель на всякий случай. Мало ли там, какая погода сложится. И второе, они не поражаются никакими насекомыми вредными, никакими листовертками. 20-30 метров от него есть листовертка, а у него нет, и он ничего для этого не делает. Потому что известен такой факт, что если все нормально на участке, где выращивается сельскохозяйственная продукция, из вредителей не прилетает никто, болезни не приходят. И на самом деле болезни и вредители – это такая полиция природы, если что-то делается неправильно, не появляется, чтобы уничтожить урожай, потому что там что-то делается неправильно. Это большая наша тема – биологизация сельского хозяйства. Спасибо Агробуку, который ведет это наше направление, система адаптивного биологизированного земледелия. И вот то, что мы видим у Косцева – это частный пример этой технологии. В этом году он урожай получил, соседи урожая не получили. Я надеюсь, он будет получать урожай каждый год. Ту же самую ситуацию мы делаем на полях зерновых, на полях других культур. У меня в этом году цветоводы Москвы вытаскивали тропические растения, которые сейчас в Москве тоже стали выращивать. Всякие гинкобелобы. И они прошли вот этот период майских заморозков. Там были тяжелые заморозки. И все у них там прекрасно восстановилось. Ну и не пострадало или восстановилось. И мы предлагаем для внедрения эту технологию, если кому понравится, здесь у нас только один из примеров, который можем увидеть. И живое свидетельство того, что эта технология есть. Эта технология работает. Поэтому присоединяйтесь к нам. Субтитры сделал DimaTorzok